здравствуйте мы на канале это он тв это программа тема дня сегодня веду я михаил горин мой собеседник пресс-секретарь полиции израиля майор михаил зим герман михаил здравствуйте добрый вечер ну вот уже который день продолжаются беспорядки в окрестностях иерусалима где преимущественно проживает арабское население они все время усиливаются начались они примерно 5 дней назад там происходит и забастовка и другие акции протеста и беспорядки очень сильные потому что судя потому что этому вопросу было уделено внимание на заседании кабинета правительства как сообщается туда перебрасываются дополнительные силы пограничной охраны в общем ситуация судя по всему серьезная вот хотелось бы чтобы вы рассказали подробности с чего собственно говоря все началось и почему до сих пор не прекращается вы знаете да действительно несколько дней массовых волнений беспорядков в восточном иерусалиме восточная часть иерусалима как вы знаете это место компактного проживания арабского мусульманского населения иерусалима и речь идет о близлежащих деревнях с арабским населением там и действительно происходят нападения на полицейских и забрасывают полицейских и камнями бутылками с зажигательной смесью и поджигают мусорные баки и затем их просто спускают на полицейских толкают на полицейских естественно полицейские конечно реагируют мы делаем все необходимое для того чтобы навести порядок обеспечить охрану общественного порядка обеспечить безопасность но как вы понимаете я думаю вы помните вы действительно очень правильно сказали что это все началось несколько дней назад и мы помним все об этом террористическом акте очень тяжелом который произошел на кпп шуафат буквально в субботу в вечерние часы когда погибла солдат израильской армии то есть террористы который был вооружен он выскочил из автомобиля на кпп и произвел несколько выстрелов солдат которые там находились и бойцов и пограничной полиции которые находились именно на кпп и сумел скрыться сейчас до сих пор нужно понять это очень важный момент ведутся поиски террориста ведется очень интенсивная оперативная работа технологическая естественно и очень большое количество и задержаний происходит именно в районе шуафат и это действительно привело нас к тому что в определенные моменты мы приняли решение об ограничениях которые должны были быть наложены на жителей этого места то есть шуафата и пограничный переход там определенные очень серьезные проверки потому что конечно же вы прекрасно понимаете речь идет о террористе который вооруженный который до сих пор находится на свободе и по всей вероятности те меры которые мы конечно предпринимаем и будем предпринимать это важнейшие меры важнейшие ограничения они привели к тому к определенному недовольству населения и восточного иерусалима и которые начали производить эти массовые волнения массовые беспорядки мы проводим задержание то есть полиция действует жестко и когда есть необходимость в этом действительно действуем решительно действуем бескомпромиссно за последние два-три дня более 20 подозреваемых арестовано за последние сутки буквально вчера вечером было арестовано 9 подозреваемых которые участвовали массовых беспорядках а речь идет о таких деревнях как и исавия и тур тот же шуафат все именно те места в восточном иерусалиме которые действительно и мы там действуем и они подвергаются действительно вот там происходят эти беспорядки конечно самое главное это то что мы там находимся находится не только полиция находится и пограничная полиция пограничная полиция это в принципе составная часть израильской полиции и естественно применяемые спецсредства принимая предпринимается все необходимое для того чтобы усмирить молодчиков усмирить естественно подстрекателей и всех этих массовых беспорядков я могу сказать вам что сейчас и принципе ситуация довольно спокойно мы сейчас постепенно начинаем уже уменьшать уровень ограничений которые наложены на определенное кпп которые находятся в восточном иерусалиме естественно продолжаем действовать и будем делать как я уже сказал все необходимое будем действовать решительно и будем действовать когда в этом будет возникать необходимость действовать конечно жестко михаил вы сказали что постепенно ситуация позволяет снимать какой-то уровень ограничений который был введен в связи с этим но возникает вопрос ведь эти ограничения частично или полностью были введены не только для того чтобы предотвратить или снизить уровень беспорядков но и для того чтобы поймать вот этого террориста который застрелил солдат с чего собственно говоря все и началось конечно конечно я об этом и в самом начале сказал что принципе все из-за этого и началось и естественно мы делаем все необходимое я вам скажу что естественно обо всем и четко и однозначно я сейчас и не могу говорить ведутся конечно же интенсивные поиски я думаю что ближайшее время террорист будет найдены я думаю что и вы прекрасно понимаете эти люди которые нас слышат прекрасно это знают что израильская полиция израильские спецслужбы конечно не остановятся ни на секунду до того момента пока террорист будет найден или живым или мертвым естественно это однозначно поэтому эта работа ведется и параллельно естественно ведется работа в плане борьбы с массовыми волнениями массовыми беспорядками производятся аресты и то чем я сказал вам также что мы сейчас видим что ситуация она успокаивается то есть нет у нас сейчас вот на данный момент ту секунду которую я сейчас с вами общаюсь ситуация довольно таки спокойная она может быть есть определенный оттенок напряженности конечно потому что мы там находимся мы находимся там и огромные силы полиции находятся но по мере того как будут действовать и зачистчики этих массовых беспорядков по мере того какие будут производить какие они будут производить действия что они будут делать если будут действительно производиться массовые волнения массовые беспорядки какие-то начала каких-то волнений естественно будем действовать жестко будем действовать без компромисс на киа сказал и никаких ограничений уже не будет если же мы будем видеть что нет никаких нарушений если ситуация успокаивается тогда и параллельно мы будем естественно и снимать определенные ограничения так как это делается на данный момент во всяком случае сейчас я могу вам сказать что было принято решение генеральным инспектором полиции и руководителям магау пограничной полиции о призыве резервистов четырех род резервистов магау пограничную полицию это те люди которые действительно у которых есть огромный опыт работы и борьбы с массовыми волнениями беспорядками терроризмом и эти ребята они это молодые ребята в возрасте до 30 лет которые будут работать вместе с нами сейчас в восточном иерусалиме будут действовать параллельно с израильской полиции для того чтобы наводить порядок естественно мы предполагаем что могут вновь вспыхнуть массовые волнения и мы хотим делаем все необходимое для того чтобы быть к этому готовым и в количественном и в количественном и в качественном плане поэтому было принято решение о призыве четырех род резервистов это огромная сила огромная сила которые нам помогут вот мой последний вопрос как раз связан с этим сообщение о том что объявлен призыв резервистов магау мишмара гулета пограничная охрана он многих как бы встревожил для многих это был какой-то сигнал того что уровень опасности наоборот не снижается а повышается связи с этим у меня к вам вопрос у меня к вам вопрос вот какой год назад беспорядки в иерусалиме привели к там к перебросились на города в том числе в центре страны со смешанным арабско еврейским населением нет ли опасности что так может случиться и в этот раз вы знаете мы конечно же предусматриваем все я думаю вы прекрасно это понимаете естественно и ведется и аналитическая работа и превентивная работа мы обязаны предусмотреть все и я вам скажу что конечно призыв четырех род резервистов сейчас на данный момент они будут работать конечно же в иерусалиме там самые сейчас и очаг самые важные там где происходят массовые беспорядки но нужно понимать конечно сейчас у нас до сих пор идут праздники праздничные дни и впереди еще четыре пять дней праздников и мы прекрасно понимаем и постоянно об этом говорим мы знаем четко что в эти дни у террористов у них поднимается уровень мотивации совершить террористические акты которые мы уже видели и производить и массовое волнение беспорядки для того чтобы помешать нам нормально праздновать и отмечать наши еврейские праздники поэтому конечно мы должны делать все необходимое чтобы предотвратить предотвратить эти нарушения эти массовые беспорядки и дать возможность нашим гражданам отпраздновать эти дни и провести эти дни спокойно и безопасно поэтому и предпринимаются все эти действия нужно понять что параллельно с этим очень большое количество событий которые происходят в иерусалиме и еврейской части то есть которые действительно относятся к праздникам и возле стены плача молитва коэнов которая происходила вчера там десятки тысяч людей молящихся а вы знаете что стена плача она практически соприкасается с храмовой горой со старым городом естественно там нужно было сделать все полиции для того чтобы обеспечить безопасность полиция конечно же работает и работает в усиленном режиме но те силы конечно которые будут призваны эти резервисты они нам мы действительно очень помогут и помогут в работе помогут именно своим опытом работы поэтому конечно продолжаем работать я вам скажу что большое количество есть у нас к сожалению полицейские которые получили ранения в результате этих массовых беспорядков есть у нас да несколько таких человек причем некоторые из них офицеры полиции к сожалению я вам скажу что эти молодчики они наносят вред не только на и только израильскому населению не только полиции хотя в основном все эти волнения массовые беспорядки они направлены против полицейских то есть нужно это понимать они забрасывают полицейских камнями забрасывают бутылками зажигательной смесью это все для того чтобы нанести ущерб полицейским но я вам скажу что есть отдельный случай как и когда они просто наносят ущерб самим себе и в частности буквально вчера это одна из бутылок зажигательной смесью которая была брошена в деревне и совия она угодила в одни в один из домов в котором проживают арабы арабы которые там в этой деревне живут то есть обычные граждане и у них сгорел дом вы представляете пострадало огромное количество людей которых полицейские те же которые работали на местах они должны были заниматься тем чтобы спасать этих людей представляете то есть эти молодчики они это те люди которые действительно задача которых проводить массовое волнение массовые беспорядки расшатывать ситуацию естественно израильская полиция не даст этого сделать и террорист который совершил теракт шуафати он будет буквально я думаю ближайшее время уже арестован или как я уже сказал или живым или мертвым и массовое волнение массовые беспорядки они сойдут на нет мы справимся с ситуацией однозначно израильская полиция обладает всем необходимым опытом и всеми силами для того чтобы это сделать михаил большое спасибо за ваш комментарий что рассказали подробности последних событий в восточном иерусалиме на этом все не хочу вас задерживать я вижу вы в дороге и на службе напомню нашим зрителям что моим собеседником сегодня был пресс-секретарь полиции израиля майор михаил зингербан всего вам доброго спасибо